Здравствуйте, коллеги. Спасибо за приглашение. Я постараюсь рассказать быстро и интересно, чтобы ни у кого не было борьбы со сном, с голодом, еще с чем-нибудь. Соответственно, я генеральный директор Росэкостройпроект и также по совместительству участвую в различных федеральных региональных рабочих группах, связанных с применением информационного моделирования, проектирования, строительства и, в принципе, на всем жизненном цикле. Компания Росэкостройпроект в Санкт-Петербурге существует 10 лет, занимаемся тем самым проектированием, строительством, обследованием зданий и сооружений и последние, по крайней мере, пять лет активно применяем BIM-технологии, в связи с чем имеем в этом определенный опыт. Цель данной презентации показать, что информационные технологии в строительстве, они доступны не только гигантам отрасли, о которых сейчас многие говорят, знают о том, что большие корпорации достигли больших успехов, но совершенно не обязательно быть таким большим, и есть отдельные элементы этих технологий, которые доступны и компаниям с небольшими объектами и небольшими бюджетами. Главное понимать, какие цели мы перед собой ставим, применяя информационные технологии, на каком этапе жизненного цикла. Мелковатый шрифт, я прошу извинить, но я думаю, все более-менее видно. Во всех дорожных картах по BIM или TIM, как сейчас модно говорить в России, во всех дорожных картах говорят, что информационное моделирование помогает снижать сроки строительства. Я бы хотел предостеречь от буквальной трактовки этой цели, потому что на самом деле технология информационного моделирования не заставляет экскаватор копать быстрее, не делает объем его ковша больше, и рабочие тоже, если они видят перед собой BIM-модель, энтузиазм у них не увеличивается, поэтому сократить сроки строительства относительно тех плановых, которые заложены в график, с помощью применения информационного моделирования вряд ли получится. Но что можно делать и что реально удается делать, это сократить отставание от графика, который был изначально заложен. Ни для кого не секрет, что любой график строительства, который делается, он закладывается, ну ни один руководитель не пропустит в графике достаточно большие запасы на, а как бы что-нибудь у нас там не случилось, вот поэтому мы заложим здесь лишних две недели. У кого обычно лишних две недели нет, и этот график, он высушенный по максимуму. Поэтому любые какие-то казусы, которые происходят на площадке, они только сдвигают окончание проекта вправо по графику и увеличивают сроки строительства, увеличивают в принципе срок инвестиционного цикла и таким образом отдаляют точку окупаемости проекта, будь там инвестором частное лицо, там частная компания, государство, все равно все заинтересованы в том, чтобы эта окупаемость случилась как можно раньше или ввод объекта в строй, если это государство и социальное обязательство. И BIM, информационное моделирование, оно способно не ужать еще, еще больше высушить вот этот вот плановый график. С помощью информационной модели можно уменьшить неопределенность, уменьшить факторы риска, которые возникают на площадке. И именно это нужно ставить одной из главных целей внедрения информационного моделирования строительства, сокращение отставаний от графика. Не нужно тешить себя иллюзиями, отставания они все равно будут, у нас нет всемогущих компаний за редким исключением, которые могут все и в любые сроки, да, у нас Министерство обороны может все строить, ковидные госпитали за две недели, но всем остальным это не под силу. И подробности, наверное, не будем приводить того, как это делается. Еще один момент, да, здесь, собственно, то, о чем я говорил более конкретно, детальное планирование работы ресурсов помогает делать более реалистичный график SMR на старте, устранение пресловутых 3D-коллизий. Да, здесь уже сказали, что BIM это не только 3D или, может, даже не столько 3D, но давайте будем честными, когда начали говорить о BIM 10-15, там, 5 лет назад, всегда сначала говорили про то, что BIM это в том числе 3D, и именно этим он отличается от всего остального. Поэтому, да, 3D-коллизии это важно, да, не только. 4D-коллизии это уже посложнее, про то, как правильно взаимодействовать с подрядчиком на стройке, особенно если стройка быстрая, те самые госпитали, наверное, кто был причастен, знает, сколько там было подрядчиков, как они мешались друг другу под ногами, и если происходит это все так же быстро, но есть возможность запланировать, то, конечно, 4D-планирование, оно позволяет уменьшить потери на вот эти вот трения взаимодействия на площадке и то, что кто-то занял чье-то место и прочее. И еще один момент, то же самое можно сказать про сокращение стоимости строительства, точно так же BIM не делает дешевле материалы сами по себе, то, что заложено в проекте, то и нужно заложить на стройплощадке, но при этом он позволяет сократить разницу между планом и фактическим бюджетом. За счет чего? Да, в общем-то, за счет того же самого детального планирования, где этот бюджет более понятен заранее, устранение 3D-коллизий, которые уменьшают количество неучтенных работ, которые являются доп. работами. Я понимаю, что не факт, что это затраты заказчика, иногда он готов свалить эту головную боль на своего генподрядчика с фиксированной стоимостью контракта, но проблема от этого никуда не девается, кто-то все равно должен за это заплатить. Ну и 4D-коллизии, это просто сокращение сроков работы, если подрядчики друг другу меньше мешают, значит, быстрее можно выполнить CMR на объекте, быстрее объект сдается. Ну, здесь я быстро пролистаю так называемый BIM-юзус на стройплощадке. Это тот фрагмент теоретического описания, как может пригодиться BIM-модель, которую выполнил еще Пенсильванский университет примерно 15 лет назад. С тех пор никто ничего принципиально нового не сказал, все в своих выступлениях и исследованиях ссылаются на те же самые BIM-юзус. Поэтому я их здесь привел в переводе Ильи Емельянова, которому привет, его имя всегда и часто возникает, когда я ссылаюсь на эту таблицу, потому что он ее перевел и на него тоже многие ссылаются. И переходя к более конкретной и более, может быть, интересной части презентации, именно о нашем опыте, как мы применяли у себя технологии информационного моделирования в наших относительно небольших строительных объектах, чтобы достичь тех самых BIM-юзус и тех самых целей, которые были озвучены вначале. Сергей Должников уже упомянул лазерное сканирование и фотограмметрию. Да, это действительно наша такая сфера деятельности. Почему лазерное сканирование доступно? Да, действительно есть дорогая техника, которая стоит там от 6-12 миллионов рублей, и далеко не всем это доступно. Но есть в том числе бюджетные сканеры, которые новыми стоят чуть больше полутора миллионов рублей. Ну, про то, что те, кто очень хочет, могут купить их и не обязательно новыми, и тоже воспользоваться, попробовать, что это такое. Там это, наверное, тоже понятно, там они стоят еще дешевле. И, в принципе, этой техникой можно пользоваться. Фотограмметрия, соответственно, стоит еще дешевле. Главное понимать, зачем это делается, и иметь специалиста, который в состоянии с этой техникой работать. Такие специалисты сейчас есть. Если где-то нет специалиста, можно компанию нанять, которая сделает это. И это тоже не стоит космического бюджета. Что именно можно делать? Моделировать существующие условия объектов, которые предполагается реконструировать, например, или делать техперевооружение. Ну, вот такое количество стоянок сканера должно быть для моделирования небольшого промздания, ну, как небольшого, 8000 квадратов. И как результат такого моделирования мы получаем точную информацию о том, где что находится. Очень часто заказчики по промышленным зданиям не знают, где у них какое оборудование, каких оно габаритов. И все это выясняется в процессе работы подрядчика, что что-то куда-то не влезает. Этот год показал, что очень важна возможность удаленно осматривать объект. Тоже лазерное сканирование позволяет это делать. Результаты сканирования можно размещать даже в интернете в облаке, давать доступ по ссылке, и проектировщик из любого региона смотрит на то, что происходит на объекте, как это выглядит. И, ну, ему не надо никуда ехать. Это большой плюс, наверное, никто спорить не будет. Как выглядят результаты 3D-моделирования по результатам лазерного сканирования? Это на крупном объекте реставрации, императорский воспитательный дом в Москве. Большой объект достаточно значительное время заняло моделирование. Но после такого моделирования мы имеем нефальсифицируемые и абсолютно точно отражающие реальность результаты по геометрии объекта. Делать с ними что? Ну, дальше, наверное, уже тут тоже вопросов не вызывает. Можно и без всякого моделирования проектировать, например, инженерные сети прямо в облаках точек, которые результатом лазерного сканирования являются. И это позволяет тоже более хорошо координировать новое со старым, существующее с проектируемым. И еще один BIMUSE, это 3D-координация, когда мы на стройплощадке должны закоординировать уже новые проектные решения с тем, что там сейчас есть, и, возможно, даже показать это заказчику, показать это всем участникам процесса, чтобы они потом легче, быстрее выполнили свои работы. Специально тоже небольшой объект, небольшой объем работы, казалось бы, вот один трубопровод, что там координировать, но при достаточно плотном наполнении инженерными сетями, это все тоже может быть задачей такой довольно сложной. Для данного объекта, на примере, само лазерное сканирование заняло совсем немного времени, дольше ехали до объекта и выгружали данные достаточно большого объема, чтобы предоставить к ним всем доступ. Как результат, запроектировали в этих облаках точек новые трубопроводы, подключили к существующим. Ну и в качестве бонуса еще, когда заказчик сказал, что то решение, которое мы предложили, его не устраивает, потому что там изначально не была озвучена некая информация, ну, также за один день показали заказчику вот визуализацию этого решения, обсудили с ним, как нужно его поменять, и без вызова специалиста на объект сделали изменения и показали заказчику заново. Это тоже надо понимать, что достаточно сильно экономят ресурсы. Планирование использования стройплощадки – это пример того, как на плоских чертежах вроде бы все хоть и видно, и видно, например, что по топосъемке мы здесь будем иметь какую-то сложность. Но для того, чтобы это увидеть, нужно достаточно детально изучить чертеж. Нужно увидеть топосъемку, понять, как мы будем планировать работы, а где у нас там на самом деле происходит перенос сетей. Как только мы соединяем моделирование с лазерным сканированием этого участка, мы видим, что на очень узкой территории между двумя существующими зданиями нам нужно развернуть строительную технику, нужно как-то прокладывать новые коммуникации, и все это гораздо более хорошо визуализируется и становится более понятным как прорабам, участникам процесса, ну, может быть, не прорабам, руководителям проекта, так и заказчику, который за это все платит и тоже не всегда в курсе, а что же там, собственно, нужно делать. Ну и 3D-контроль и планирование – это возможность лазерного сканирования в процессе строительства для выявления соответствия или несоответствия объекта, который строится, модели, по которой он строится, если эта модель есть на этапе проектирования. Здесь мы проектировали здание и провели его сканирование в процессе строительства для оценки соответствия металлоконструкций, где же их поставили на самом деле, а где они были по проекту. Потом уже можно смотреть, а почему их поставили не по проекту, кто в этом виноват, кому нужно сделать выводы, либо проектной организации, либо подрядчикам, либо там были еще какие-то третьи обстоятельства. Ну и про 4D-моделирование тоже был у нас кейс, когда заказчик очень беспокоился, что работы по подвесу нового грузоподъемного механизма над действующим конвейером могут быть невыполнены в графике в шатдаун на заводе. Шатдаун – это две недели, когда промышленное предприятие не выпускает продукцию, за это время происходят все преобразования, которые невозможно выполнить на работающем заводе. И мы перед шатдауном, соответственно, нашему заказчику предоставляли вот такую модель, где мы, во-первых, гарантировали по модели, что лазерное сканирование подтверждает, что все наши новые конструкции влезут, куда им положено влезть, а затем визуализировали процесс именно, какие конструкции в какой срок монтируются с детальным подневным графиком, буквально почасовым. Там есть такие предприятия, где без почасового графика ты не выйдешь, просто настройку на монтаж оборудования. И вот в результате с такой моделью, такой почасовой график, его удалось в итоге выдержать в полном соответствии с тем, что планировалось. Общие выводы я, наверное, здесь и поддержу и коллег, которые уже говорили, что BIM это только инструмент, он позволяет достигать поставленных целей. И здесь очень важно эти цели сформулировать, зная при этом, какие цели вообще есть смысл ставить перед информационным моделированием, а какие ставить смысла нет, потому что это инструмент не для их достижения. Они должны быть четко сформулированы. В принципе, BIM настройки повышает предсказуемость выполнения строительно-монтажных работ, та самая прозрачность, о которой все говорят. Ну и чтобы BIM приносил результат, не нужно делать ставку только на него, это не волшебная пилюля, тоже все, наверное, уже в курсе, но тем не менее, считаю напомнить необходимым. Это один из самых важных моментов, когда BIM будет работать, если изначально был построен достаточно качественный график реализации инвест-проекта, желательно комплексный на все этапы жизненного цикла, от затеи, от задумки до ввода объекта в эксплуатацию. И, конечно, при таком подходе уже информационное моделирование даст гораздо более предсказуемый результат. На этом все. Спасибо вам. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Либо записывайте контакты, обращайтесь. Да, Александр, спасибо большое. Отдельное спасибо, что не дали нам заснуть, как бы после обеда все проснулись. А подскажите, пожалуйста, вот BIM с точки зрения строительства, как бы, да, то есть более-менее понятная уже какая-то оформленная есть картинка. А что касается именно дальнейшей эксплуатации при строительстве BIM, да, потому что мы все прекрасно сами понимаем, что строим мы там, ну, максимум два года, да, а дальнейшая эксплуатация здания, там, 50 лет и так далее, да, вопрос, есть ли какие-то уже готовые кейсы по передаче построенных по BIM, особенно там, нас там с точки зрения Минстроя касается жилых домов, да, потому что когда приходит управляющая компания, они не знают, где у них там находятся какие трубы и так далее, а если еще управляющая компания сменяется, да, то есть то все. Вот есть ли какие-то уже готовые кейсы, решения и там, как вы это, возможно, видите, потому что, то есть, вот мы с первого числа, с первого января все начнем активно очень строить в ТИМе, да, а потом это же нужно эксплуатировать, это же опять-таки кадры и соответствующие программы. Вот расскажите. Да, спасибо вам за это, вот, по BIM, как только слышу это слово, сразу понимаю, на каком мероприятии нахожусь, статус присутствующих сразу же становится понятен. Я вообще за стройку не отвечаю, я за ЖКХ девочка-блондинка, поэтому простите. Нет, это просто такой маркер, что к мероприятию имеет большое отношение большое количество государственных служащих, вы же государственные служащие, может быть, формально, неформально, вот, поэтому это немножко сразу приземляет и задает вектор, как нужно общаться и о чем говорить. Переходя к вашему вопросу про эксплуатацию, во-первых, я тут видел Игоря Старкова в числе спикеров, который вроде бы как планировался, как представитель Экодомуса, компании, которая этим как раз активно занимается, хотя не в России, а в Соединенных Штатах, но тем не менее у них опыт очень релевантный. Не знаю, остался ли в финальной версии программы, но вот, если он будет, то я его хлеб не буду забирать. А про Россию скажу, что, насколько я знаю, группа компании «Эталон» одной из первых начала вот этот опыт внедрения BIM-ов в эксплуатацию жилых домов. Честно скажу, не видел прямо какого-то законченного результата их вот этой деятельности, хотя она идет где-то с 2015 года, я еще в 2015 году слышал от них, что они уже это начинают делать. И я думаю, что проблема с внедрением BIM в эксплуатацию там не только в BIM, не только в отсутствии инструментов, хотя и это тоже, но в организационной составляющей, которая у нас, как вы знаете, очень тяжело что-то внедрить в сознание тех, кто работает в эксплуатации жилищного фонда. Я бы так мягко выразился, потому что в промышленных компаниях, где эксплуатация гораздо более не то чтобы важна, а гораздо более часто оценивается высшим менеджментом, руководством и вообще является показателем эффективности деятельности предприятия, там скады системы и то, что с ними связано, системы диспетчеризации высокого уровня и более низкоуровневые, они давно работают и даже когда промышленники вот смотрят на наши с вами разговоры про цифровизацию эксплуатации, они думают, а что тут вообще изобретают, вроде бы все уже изобретено, вот у нас есть скада, да, она там может быть не трехмерная, но им эта трехмерность даже не особо и нужна. Все на уровне мнемосхем хорошо работает и зачем им BIM, они вот сейчас не очень знают. Поэтому пока нужно решать организационные вопросы эксплуатации, а к тому времени, как они решатся, я на это надеюсь, уже и технологии подтянутся, ну и надеюсь, коллеги меня дополнят. Спасибо большое, Александр. Вопросы есть к Александру? Немножко конкретизирую предыдущий вопрос. Создается впечатление, что если на этапе проектирования и исполнения строительных работ использовалась эта самая BIM-технология, значит, соответственно, подготовка эксплуатационной документации тоже многократно упрощается. У вас есть какая-то оценка, насколько или во сколько раз, можно быть, хотя бы оценочно, насколько упрощает подготовку эксплуатационной документации объекта, если на этапе проектирования использовалась информационная моделирование? Конкретный вопрос, на который я, к сожалению, вряд ли дам конкретный ответ, потому что все вот эти вот проценты, на которые можно сократить стоимость, сроки или упростить, ну это все от лукавого. Вот в недавней дорожной карте видел я, что нужно сократить, не сократить, точнее, а улучшить качество городской среды в полтора раза. Мне кто-нибудь из присутствующих может объяснить, как он себе это представляет? Что должно произойти, чтобы вы сказали, что в этом году качество городской среды вокруг меня лучше в полтора раза? Ну, в каких это единицах измеряется? Вот то же самое с эксплуатационной документацией. А я вам прокомментирую потом про качество городской среды. Ну, я вам скажу один момент про эксплуатацию, что в случае, если делается BIM-модель, то есть вероятность, что проектировщик убедит своего заказчика или еще кого-то использовать среду общих данных для хранения этой модели. И если это произойдет, то есть еще одна вероятность, не нулевая. Они там потом перемножаются и становятся вероятностью вообще очень маленькая успеха, но тем не менее она есть. И проектировщики тогда смогут передать документацию или ПТО сможет передать исполнительную документацию через эту среду общих данных в эксплуатационную организацию. Я вот скажу, что сейчас в примерно 99% случаев передачи документации от проектировщиков и от ПТО в эксплуатацию, ее в принципе не происходит, нет такого бизнес-процесса, это никому не интересно, это разные организации, над ними нет какого-то центра, который бы этот процесс курировал. Вот мы с коллегами уже общались, Алексей продолжит, наверное, мои выступления, Горулев. И не происходит этого. А если работа происходит в модели и в среде общих данных, то есть вероятность, что кто-то об этом задумается, и эти данные можно будет легче взять. Потому что если среды общих данных нет, то что попадет в итоге в эксплуатацию, никому не ведомо. Так что я бы ответил, что просто с моделью появляется шанс на это. Без модели шанса оно нет. Александр, спасибо большое. Можно я прям... Есть ли вопросы к Александру еще? Если вопросов нет, то мы вас отпускаем. Спасибо большое. Спасибо.